Добрый вечер! Сегодня среда и сегодня час пик для Екатерины Лаховой, лидера фракции «Женщины России». Здравствуйте! Здравствуйте! Вообще, вы знаете, когда я услышал об образовании «Женщины России», то я подумал, должны быть пенсионеры России, студенты России. Ну, понятно, да? Мужчины России. Мужчины России тогда, в конце концов. А почему стала необходимость объединяться именно с женщинами? Что это такое? Мне очень понравилось, что Влад начал вопрос именно с данного. Потому что, к сожалению, у нас до сих пор политики, наши политологи не задают такой вопрос. Почему именно женщины объединились, хотя большой интерес проявлен со стороны международных различных организаций, правительственных структур. Что побудило? Ну, наверное, та жизнь, которой сегодня мы, в общем-то, очутились. Кто? Мы? Женщины? Мы не только женщины, а народ. Я имею в виду народ. Люди. Люди, просто люди. Потому что, познакомившись со всеми партиями, политическими движениями, у нас свыше 40 зарегистрировано в Российской Федерации, мы убедились о том, что, во-первых, женщины там не представлены. И многие женщины, когда ведут разговоры, говорят, мы не хотим заниматься политикой. А из чего складывается политика? И тоже можно определиться, что значит такое стал ты политикам или не стал политикам. Поэтому влияние на формирование государственной политики, которая сегодня в государстве у нас, ну такое, есть какое-то определенное направление, нас вполне не устраивает. Потому что не только нас. Женщины. Женщины. В настоящее время то, что мы объединились, повлиять на формирование государственной и социальной политики. Вы знаете, вот, по-моему, появление такой партии у нас в России... Политического движения. Политического движения, я прошу прощения. Это такое проявление политического феминизма. Давайте мы будем говорить о том, что... Или я не прав. В какой-то степени может прав и не прав. Почему? 53% населения сегодня женщины. Мужчины и женщины. Давайте все решения, где у нас принимаются, где? На федеральном уровне и на уровне субъектов. Принимают, давайте мы говорить, кто сегодня решение? Мужчины. Потому что можно называть это мужские клубы. Заседание правительства идет, все члены правительства мужчины. Ну что, разве мужчина лучше знает вопросы, которые знает лучше женщина? Почему бы третью... Стоп. Мужчины лучший кулинар. Мужчина лучший парикмахер. Мужчины лучшие косметологи. Мужчины лучшие модельеры. Это в ответ на то, что мужчины не знают проблем женщин. Мы говорим не о проблемах женщин, а о проблемах человека. Вот давайте тогда говорить проблему детей. Так, хорошо. Проблемы детей. Кто знает лучше, мужчины или женщины? Но это тоже спорный вопрос. Вот если в нашем государстве до сих пор дети не являются приоритетным, и государственная политика прошлых лет, даже предыдущих лет, за многие десятки лет, я могу доказать, как, будучи врачом, занимаясь все время охраной материнства и детства, и в структуре... Я прошу прощения, еще один каверзный вопрос, и дальше перейдем к более конкретным политическим делам. Не явилось ли создание такой фракции прибежищем женщин-функционеров, бывших, которые понимают, что иначе они останутся не у дел, потому что другие партии их не возьмут? Тогда, можно было бы сказать, когда мы стали формироваться, мы за полтора месяца сформировались, мы поняли, что те программы и те списки, которые формируются, женщины не присутствуют. Практически не присутствуют. У нас было предложение со стороны Жириновского к ним вступить в списки, мы отказались, со стороны Гражданского союза мы отказались, коммунисты. В общем-то, мы сами решили, что наши взгляды четко хотелось бы как-то действительно повлиять в парламенте при принятии законов на формирование, почему я говорю, государственной политики и социальной. И вот много было обвинений, и нас стыдили, что мы по половому признаку обвиняемся. Но кто сказал, что нельзя? Кто сказал, нельзя? Если по любителям пива, по сексуальным меньшинствам можно, а женщины, которые хотят чисто человеческие интересы отстаивать, кто сказал, что нельзя? Мы считаем, можно. А правда ли, что вы призвали в ответ на какое-то политическое деяние бойкотировать, сексуально бойкотировать мужчин? Вот тут тоже ход. Я хотел сказать, во-первых, по тому вопросу, что, во-первых, не функционеры, у нас действительно отбор те субъекты, которые предложили людей в список. Ну, я была советником президента, фактически получала зарплату советника. Что я искала убежище в Думе, мы ведь не ожидали, что в таком количестве мы получим поддержку. Мы четвертое место в этих списках заняли. И поэтому, ну, какой-то опыт Маламальский, имея в Верховном Совете предыдущем, хотелось, чтобы у нас действительно по-настоящему фракция оправдала надежды, которые нам дали избиратели. А вот то, что вы сказали по поводу данного вопроса, который был в еженеделье в собеседнике. В собеседнике это было, да? Да. И мы с ним судимся. Мы прошли уже суд, судебную палату. Буквально на той неделе у нас был суд в муниципальном суде, куда они не явились. И мы считаем, что это оскорбление. То есть вы не призывали сексуальным бойкотировать мужчину? Ну, зачем? Ну, вы знаете, вот здесь в данном случае... Для решения своих политических вопросов. Мы считаем, что сегодня именно вот рассмотрение женщины только через сексуальную призму, это просто оскорбительно, мне кажется, в отношении женщины. И сегодня социальный статус женщины у нас в обществе, сравнивая с развитыми цивилизованными странами, он значительно ниже. Возьмите скандинавские страны. Давайте посмотрим маленькую цитату со статистикой. Будьте добры. Очень хорошо. По всей Европе рушатся традиционные семьи. Таковы выводы нового исследования, проведенного Европейским Союзом. В нынешнем десятилетии отмечался резкий спад числа европейцев, вступающих в брачный союз. Единственная страна, где зарегистрирован скачок числа браков, это Дания. Да и то между партнерами одного и того же пола. В целом прирост населения Европейского Союза составил в прошлом году всего 4%. Вам не кажется, что подобная статистика, результаты как раз освобождения европейских женщин, они ведь тоже долго боролись за свои права? Знаете, нам бы не очень хотелось, чтобы европейских женщин сравнивали с российскими женщинами. Потому что все-таки определенные устои российские, российского государства, они в какой-то степени и накладывают отпечаток на российских женщин. Какие? По силе, давайте так говорить, по, наверное, ответственности, силе, выносливости, которую постоянно в течение всего исторического периода, наверное, существования нашей России, все самые тяжести, они, в общем-то, на плечах женщин. И поэтому, когда мы говорим «феминистское движение на Западе» и говорят, что вот у вас феминистское политическое движение, знаете, ведь отстаивание прав, да, это феминизм. Но ведь можно быть экстремальной, как у нас сегодня силы политические. Есть крайне правая, есть крайне левая, есть центр. Так вот, мы считаем, что мы отстаиваем права женщин, те, которые сегодня во всем мире признаны, что они ущемляются и дискриминируются. Ведь Конвенция о правах, а Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации существует в отношении женщин. И мы можем во всех аспектах наших посмотреть. Политики дискриминации, представительства женщин у нас нет. В области занятости, конкурентоспособности женщины у нас в обществе, у нас сегодня она неконкурентоспособна, особенно в постановке и становлении рыночных отношений. И у нас не создает государство возможности женщины самореализоваться. Сегодня женщина, особенно в этот переходный период, она просто дискриминируется. Можно было говорить о реализации своей функции репродуктивной. Ну, должна функция биологическая женщины родить ребенка одного, двух, но она должна одновременно и не потерять свою квалификацию, занять то, что бы она пожелала. А вот так ли вы уверены в том, что бесправные российские женщины? Куда не придешь, главврач там поликлиники, женщина, директор школы, женщина и так далее. Мы просуждаем, Влад, я с вами согласна. В бюджетной сфере здравоохранения и в образовании 80% составляют женщины. А почему? Возьмите американцев. У Америки больший процент составляют мужчины в системе здравоохранения, потому что низкооплачиваемая сфера труда и в здравоохранении. И самое низкооплачиваемое, неквалифицированное, самое тяжелое, это тоже на плечах женщины всегда у нас было. И то же самое у нас в настоящее время это усугубляется. Еще в связи с тем, что считается, что женщина должна только семьей, только детьми. И мы действительно, женщина должна иметь право выбора. Или она будет рожать, или она будет с семьей воспитывать, заниматься мужем, и семью это ее хобби, и нравится ей. А женщина другая, извините, она гениальная женщина, которая может себя реализовать в науке. Сколько у нас женщин академиков? Давайте по пальцам посчитаем. И мы, я знаю, как рассказывают мужчины, когда шары, если женщина баллотирует, конечно. Проходят в академике, то ее не пропустят. Нет. Сегодня у нас идет по принципу силу. Раз я сильней, значит я умней. Поэтому мужчины сегодня не очень так стараются уступать место. Мы ведь не боремся. Мы говорим, давайте мы вам поможем. И вместе разделять ответственность. А они вас не слышат. Но начинают уже прислушиваться. Понимаете, ответственность мы можем, женщины, 53% населения, Бог создал мужчину и женщину, мы говорим. Так вот, 53% населения сегодня пока не слышат. И женщины сами должны осознать, что без нас сегодня из данной ситуации сложно просто выйти из создавшегося положения. С вами трудно не согласиться, но мы к этому разговору вернемся ровно через минуту, потому что реклама. Вот то же самое дискриминация. Рита Голубкова не так популярна, как Леня Голубков. Вы знаете, ну, во-первых, давайте два типа лица сравним. Леню Голубкова и Голубкову. Поэтому начали ты с Лене Голубкова, потом уже... Рита Голубкова. Да, если ее развернуть, то потенциалы, возможности, я думаю, что у меня значительно больше. Хорошо. Давайте вернемся к вашим политическим делам, тем, чем вы живете сегодня. А с какими коалициями или фракциями вы вступаете иногда, ну, скажем так, находите общий язык при общем голосовании? И против кого вы резко выступили в последнее время? Ну, вот, знаешь, Влад, нас все время почему-то в газетах стараются с кем-то соединить. Или столкнуть. Да, столкнуть. Ну, я больше так говорю, к тому или другому блоку. В зависимости от вопросов, которые поднимаются. А нам не хотелось бы, мы все время говорим, мы ни к тому, ни к другому. Мы имеем свою позицию, мы помещали избирателям, какие вопросы отстаивать. И мы стараемся независимо, если это коммунисты сегодня выдвигают вопрос, или там Аграрная партия, или ЛДПР выдвигают вопрос, который принципиально совпадает с нашими вопросами, то мы поддерживаем эти вопросы. Если выбор России ставит вопрос, который мы считаем на сегодня просто необходимо поддержать, мы ставим данные. То есть вы выбрали разумную тактику продвижения своих интересов. Да, да, интересов. Когда нам часто говорят, а вот женщины с нами, я все время думаю, почему не думать, что мы, когда предлагаем те или иные предложения, может быть, они с нами. Но мы, авторство, по-моему, для нас не самое главное. Скажите, а чего же вы тогда по Чубайсу-то так вот разошлись совсем? Ну вот здесь тоже очень вопрос можно сказать. Я считаю, что Анатолий Борисович дезинформирует, во-первых, сегодня население, дезинформирует в какой-то степени правительство, субъекта федерации со своей программой приватизации, которую выносит. Вот даже последнее обращение ко мне госпожа Лахова, у нас с ним всегда очень хорошие отношения, с Анатолием Борисовичем были, друг друга понимали. Ведь мы, например, наша фракция не против приватизации, мы за приватизацию. Но сегодня приватизация для чего делает? Это основа экономической реформы. Одна из основ. Одна из основ экономической реформы. Нам бы хотелось, чтобы эта приватизация была в интересах человека, а не определенной только кучки людей. Так ведь? Поэтому, когда он сегодня говорит, что, например... А кучки каких людей, с вашей точки зрения? Собственников, которые сконцентрировали, ну, в своих руках, может быть, тот капитал... Сейчас же колоссальное количество собственников. Да, колоссальное, но не... Практически все крестьяне, у них земля в собственности, это собственники же. Ну, еще, знаете, собственность, к сожалению, не в том объеме, в котором бы нам хотелось. И для крестьян надо создать условия, чтобы они могли почувствовать себя собственниками. Даже крестьянских... Всех надо создавать условия. Вот это же просто личное хозяйство, а не государство получается. Ну, давайте так говорить. Вот я с христианскими хозяйствами. Вот не будем колхозы трогать, а мы коснемся крестьянских хозяйств. Я встречалась с женщинами, фермерши, крестьянских хозяйств, которые возглавляют, причем многодетные, в основном матери, которые получили по несколько гектар земли, они работают. И что принципиально? Ведь они все воют, просто воют из-за того, что до сих пор не расплатились за ту продукцию, которую у них в том году взяли, или же вообще их запасы урожай до сих пор не взят, не реализован. А как им сегодня приобрести ту технику, которая необходима для работы? В общем, порочный круг здесь, и, если уж так говорить, все фермерские хозяйства в капиталистических странах, они находят поддержку со стороны государства. И мы об этом забываем, мы говорим о фермерстве и поддержке, и не помогаем их на выживание бросили. Этого тоже ведь нельзя делать. Поэтому мы вернемся к вопросу в отношении приватизации программы. Вот даже та программа приватизации, которая, например, Анатолий Борисович говорит, что приватизацию федерального муниципального учреждения образования в соответствии до принятия специального федерального закона, и вы вроде успокойтесь. Но он ведь не оговаривает, что у нас уже принят федеральный закон об образовании, где одна из статей предусматривает приватизацию с пожеланием и разрешение этих субъектов. То есть сегодня уже есть статья, ее никто не отменил. И нам сегодня очень важно. Так надо совместить это все? Нет. Какие проблемы? Сегодня дело, вот очень вопрос, что субъекты сегодня все, которые к нам в Думе собирались на парламентском слушании, они просили мораторий наложить на приватизацию школ, ну, в целое учреждение образования. Наложить мораторий? Конечно. И вы понимаете, то же самое с системой здравоохранения. Есть федеральная собственность, есть муниципальная собственность. Сегодня у нас не определена концепция реформы в области здравоохранения. Вот что страшно. А у нас вообще нет концепции реформы в области просвещения, здравоохранения, сохранения материнства и детства, безопасности государства и так далее, и так далее. Мы вообще непонятно где живем тогда. Да, но тогда получается... Я вообще слово концепции ненавижу, честное слово. Я не буду тоже говорить, но основы реформы в области здравоохранения, будем говорить, реформа это улучшение положения. Вот эти реформы сегодня не определены. И когда все министры против этого, Анатолий Борисович пытается в своей программе дать им задание, что вы делаете так, это неправильно. Мы сегодня говорим о том, что в системе здравоохранения в капиталистических развитых странах, в государственной секторе находится от 70 до 90 процентов. А мы, не определяя чего, сразу выносим на обсуждение. Так же он меня и задел по баням. Я еще раз хочу, мне говорит, Катерина, ты что зацикливалась на банях? Серьезнейший вопрос. Первым этапом... Быть или не быть банем в городах? Да зачем? Вообще в России быть или не быть. А что, закрыть хотят? Ну как закрыть? У нас же первый этап приватизации прошел. Да. Сегодня многие бани в регионах вообще... Извините, их не стало просто в частных, но они перепрофилированы, их совершенно не стало. То есть сегодня химчистки, парикмахерские перепрофилировались в том количестве, в котором были, они были доступны. А сейчас недоступны. Недоступны. Когда у нас идет эпид-ситуация, вы, наверное, читали в газетах, неблагополучная ситуация, кишечные, чесот, ковши, нет лекарств для обработки даже этих вот социально уязвимых болезней, у нас бани закрыты, у них нет, например, бани. Давайте поговорим о детях. Давайте. Одна ваша цитата. Прошу. С 1988 года отмечается устойчивая тенденция к сокращению рождаемости. За три года ее уровень сократился более чем на 22%. По сути, сегодня Россия вымирает. В 29 областях смертность превышает рождаемость, и число таких областей растет. Сельская жизнь 9 января 92 года. Итак, это цифры двухлетней давности. Что изменилось на сегодняшний день? Хуже стало. 69 территорий. Вы заметили, вот как, надо же, какую цитату вы привели. Действительно, 29. 29 регионов, это был 92-й год. Сейчас, по итогам 93-го года, вот материалы, статистики, в 69 территориях смертность превышает рождаемость. 69 из скольки. Умирает больше из 89 субъектов. Из 89. Так что ж, получается, страна вымирает? Ну, Влад, нельзя так говорить. Сегодня надо... Не, ну а как же получается тогда? Нельзя использовать, знаете, в политических аспектах только вот данные, эти цифры. Ну, во-первых, не надо забывать, что данные... Или не так все трагично все-таки. Трагично, не трагично. Трагично то, что сегодня на кризис демографический наслаживаются социально-экономические проблемы. Демографы прогноз такой давали еще 15 лет о том, что будет кризис демографический. Именно в этот временной период. Да, этот временной период. Он охватил не только нашу Россию, он охватил и страны Европы, где нормальная поставленная экономика. Поэтому там проблема стоит, этот кризис перешел на нас. Это раз. Во-вторых, на это наслоилось все-таки эхо войны, которая заканчивается, наверное, 86-м годом. 15% у нас женщин детородного возраста ниже, чем в каких-то других регионах. И плюс социально-экономические проблемы. Молодые семьи откладывают рождение первого и вообще второго ребенка. Но их можно понять. Чем кормить, где жить, согласитесь. Кормить, жить, купить, родить. Родить сколько стоит. Не стоит ничего. Вот это не стоит ничего. Это идет нарушение закона. У нас в государстве роды бесплатные и оказание помощи. И то, что сегодня в учреждениях родоспоможения за сервисные услуги начинают вводить плату. И то есть мы говорим, идет просто коммерциализация государственных учреждений. Вот это то, что мы говорим. Не определено сегодня. Надо наказывать прокуратуре активно работать за это. Да, но вот честно, я лучше заплачу деньги, но я буду уверен, что она будет лежать в нормальной отдельной палате. Что она родит под присмотром врача, а не отдельно. Или в этом кагале в братской могиле, где их 15 человек, что им будут менять белье, что будет горячая вода и так далее. Я знаю, за что я плачу деньги. Влад, я полностью согласен, но надо платить в частной клинике. Мы говорим о том, что давайте получайте лицензию, аккредитуйтесь, делайте частный родильный дом и, пожалуйста, там роды. Но когда? Давайте мы вам с вами... Роды идут. Вот палата, где женщина рожает, и у нее условия, холодильник, муж приходит и так далее. Телефон. А рядом палата уплотнилась за счет того, чтобы данной женщине предоставить какие-то условия. Так? То есть это за счет этого, тех других женщин, да, идет социальное расслоение в самом государственном учреждении, которое должно обеспечить равные права и условия для той и другой. Я вас понял. Государственные для всех бесплатно, частные, пожалуйста, платные открываются. Да, мы говорим. Спасибо. Итак, звонки зрителей, прошу. Итак, первый звонок, пожалуйста. Мне бы очень хотелось узнать, не боитесь ли вы, что пока вы заседаете в доме, ваш муж полетит другую женщину? Да, хороший вопрос. Ой, молодец. Вы знаете, я честно, я говорю, всегда говорю, что, наверное, я состоялась из-за того, что у меня просто замечательный муж. Потому что если бы муж с самого начала, мы друг другу помогали, мы с ним учились в школе вместе. Вот. И поэтому мы друг другу, он кончил аспирантуру, я так за двоих работала. Потом он меня отпустил в клиническую ординатуру, он мне все время помогал. То есть у вас нет такого понятия, кто главный в доме? Ты кто такой, я секретарь? Нет. Бах и все. Нет, муж меня... За мной все женщины России, а кто за тобой? Нет, мы никогда не говорим, все женщины России. А то он в отвеску партию мужчины России организует. Так, прошу, пожалуйста, второй вопрос. Добрый день. Добрый день. Вот ваша фракция называется «Женщины России». Ну вот если я обращусь к вам с какой-нибудь конкретной просьбой, ваши секретари подпустят меня? Спасибо. Ну я могу назвать даже телефон, по которому могут обратиться. У нас 6 тысяч писем и обращений, которые были в течение полгода. И не только женщин. Ну зачем, господи, и пенсионеры, и молодые, и военнослужащие. Ведь наши женщины представлены в комитете по обороне, по безопасности. А когда будет президент женщина в России? Это, знаете, наверное, для того, чтобы была женщина президент в России, должно созреть наше общество. Что женщина, в общем-то, может, потому что иногда обидно. Я благодарю вас, я прощаюсь с вами до завтра, потому что... Фон я не назвала, 292, 40, 25. Это фракция «Женщины России», это не реклама, это политическая работа, как я понимаю. Завтра вас ждет встреча с единственным президентом Советского Союза, Михаилом Сергеевичем Горбачевым. Для него час пик завтра. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok